Вот, друзья, смотрите, огромный стол, тут миллион статуэток, просто роскошь, такой вот диванчик, колгосовый маяк, очень редко, красивые, красивые, такие вот казаки. Моряк, певица, одна, вторая, украинские девчата, одарка стоит, девушка с самоваром, мышевательство, даже есть маленький космонавт. Стоит аккомпанемент. Так, герои с Энеидой. Одежду не покупаем, ну и ляжем. Вот эта сумка прошла мимо. Красота. Не, ну такой вот, такой красивый, и дешевый. Магазин с антиквариатом, тут очень всегда красивая выкладка, красивый товар. Такой вот котик мне сегодня встретился. И вот такая вот статуэтка. Чей ход, кто выигрывает. Красота. Красота. Вот гигантские вазы. Просто красота. Ну и маленькие тоже. Так вот такая работа. Крышка клеенная. Такая ваза. Это Львов. Это Львов, да? Фруктовное стекло. Такая форма? Тройное. Тройное стекло. Тройное стекло. Тройное стекло, да. Так оригинально. Это фруктовница, правильно? Да. Фруктовница, конфетница, фруктовница. Сколько стоит она нагрелась? 1500. Но есть хорошая скидка. Я поняла. И у нас самая богатая коллекция годного стекла Львовского. Можете зайти во вторую комнату. У вас расширение? Я зайду. Так. Тут у вас картинная галерея. Так. Ага. Тут вот, друзья, смотрите. Тут картины представлены. Ага. Вот я вижу так. Каталоги. Альбомы. Валентина Покосовская. Скульптура эта. Без света так. Ой, красота так. Петушок? Да, петух, рыба. Ваза. 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 Так это не просто ваза. Посмотрите, какая она. Как рог. Такая она вот. Тут сколько цвета. Текстура такая, как 3D. Да. Вот это очень интересно. Под углом, да? Цвета такие. Да. И сколько такая ваза стоит? Шесть. Шесть. И вот это, боже, как абажур такой. Да, да. Так, у вас вот и каталоги продаются, правильно? Да, это все каталоги. И нашего, так сказать, основателя галереи заслуженного художника. Вот его картина. Смотрите, его картина попала в галерее Мытец. Угу. Да? Да, да, да. Ваза Басарабке исполнилось 70 роков творчести. И картину Володимира Лихальчука попала на обложку. Попала на обложку. Вот его картины яркие, да? Они сразу среди всех выделяются. Круто. Я вас поздравляю с расширением. Хороших вам продаж, интересных товаров. Спасибо большое. Это все Губский. Губский. Игорь Иванович. А это наш знаменитый Петро Борисович Бойко. Петро Бойко. Такие вот клоуны, цикави такие. Так, что ж. Беру свой пакет и идемте. У вас всегда... Ой! Чуть не упала. Ничего, все нормально. Да, я себе иду. Смотрите, все видно. Так, это Галина Васильевна. Наша добрая, знакомая. Очень интересная художница. Ой, красивая такая ландыша вообще. Да. Она потрясающе делает акварели. Можно ей брать руку, да? Да, пожалуйста. Просто потрясающе. Ну и как вообще... Ну и вот... И вы продаете их, да? Ну да. Галерея она вам приносит. И сколько стоят такие работы? Мне потрясающе. Да, они по 700 гривен. Делаем еще скидку. Угу. Вот это особенно какая... Букет. Да, букет потрясающий. А вот это клубнички, да? Да. И горох, и клубничка очень красивые такие. Это не клубничка, а... Земляника. Земляничка. Да, ягодки. Супер. И вот это ее картина с маками. Она уже под стеклом. Просто если это взять под стеклом... Угу. Ну красивый какой-то багет. Сейчас я можно возьму. Наверное, все-таки надо вынести на свет. посмотреть при дневном свете. Да, такие цвета нежные, пастельные. Да, как живые. Как живые. Очень талантливые. Очень талантливые. Уже люди, которые умеют рисовать, вообще талантливые. Для меня это очень... Талантливые художницы в нашем украинском. Так, это трио, так? Это троечка, да? Троечка. Причем, смотрите, смотрите, какой орнамент. Это я вижу. Это вручную рисовали? Да, это все вручную. Боже, это ну... Это девушка, молодая женщина. Как это не делают. Она, ну, это каторжная работа. А зрение, руки. Она работает в специальных очках, очень тяжелых, которые падают. Там же линза. Да. Она говорит, больше, чем тридцать минут. Невозможно. В этих очках невозможно выдержать работать. Смотрите, как я увеличила. Очень красиво. И сколько стоит такая работа? Такая работа стоит 10-800. А вот эта вот сама посуда, основа, где она берет? Кто производитель? Ну, это наша... Барановка снова была. Ага, то есть она берет какие-то... Где-то белье. Наши, украинские белье берет. Все, вот это я хотела уточнить. Да. То есть и по белью она уже красит так. Да, расписывает. Вообще. А вот сейчас я вам покажу уникальную совершенно тоже вещь. Так называемая Юсуповская роза. Ух ты! Ну... Горит как... Да. Раньше по золоту много лили, она блестела хорошо. Да, это золото очень высокого качества. Роза, значит, такая история рассказала эта художница. Вот смотрите под... Ага. Пьер... Пьер Жозеф Редутте. Он был художником придворным у Жозефины Богорне, жены Наполеона. Ничего себе. И сам Наполеон, как рассказывала Елена Нестерова художница. Да, да, да. И сам Наполеон, где бы он ни был, он всегда ей передавал цветы, розы, лилии, которые она любила. Я говорю, как это передавал? Сейчас же тогда же самолетом не было. Доставки не было? Она говорит, ну уж не знаю, как-то доставлял. А этот Редутте, он писал и сделал каталог цветов. И этот каталог цветов до сих пор считается самой дорогой книгой в мире. А я слышала, что самая дорогая книга в мире, в Америке, это каталог птиц. Птиц, да. Да, не знаю, вот интересно. Ну вот цветов. Да, да, вручную нарисована в альбоме. Да, да, да. А вот эта роза его, ну, а художница сама уже немножечко добавила здесь в арнавенте. Ага, яркие, ярче чуть-чуть видно, да, вот это вот? Да, да, да. Очень тонкая работа. Господи, как они это делают? Просто фантастическая работа. Да, супер. И сервиз, который называется Хризантема. Ага. Тоже все вручную. Ага. Это платиновая бабочка. Ой, платиновая краска. Вообще, боже, красивый, как фирменный знак такой, как клеймо. Да. Держите, держите, держите. Боже, как градиент переход. Боже, очень красиво. Вообще, люди талантливые. Очень талантливые. Очень талантливые. Умеют. Вообще. Просто прелесть. Так. И еще, ну, покажу вам, она тоже сервиз приготовила. Тоже этот мастер, да? Художник. Да, это же Елена Нестерова. Это короны монархов европейских. Боже, какая прелесть. Вот как они это рисуют? Я не представляю. Держу, держу. Она нашла каталог. Каким-то образом она разыскивает. Ну, она художник. Она, да. В этой сфере крутится. Она вообще сама иконописец. Я знаю. Я видела ее работы, да. Я тоже была, когда она… В Митрополитчен доме. Да. И на презентации я ее видела. Ее мавка – это вообще… Да. Это вот красота. Ужас. Как они это делают? Да. Вот это вот… Да, это вот мастер. Да, да. Потрясающие люди. Вы правильно говорите. Друзья, очень красивая посуда тут. Такая вот банка для хранения. Возьми. 150 евро. Это очень оригинальный термос. Ручная роспись. 200 тысяч гривен. Благодарю вас. Дякую. Здравствуйте. Извините. Ой, здравствуйте. Я тут красоту смотрела. Дякую, дякую, дякую. Можно? Садежи попросу. Ты снимаешь? Да. Дулевая чайная пара. Да, две тысячи гривен уже. Шайков. Такая. Новая вообще. Очень красивая. Очень красивая. Нежные цветы. Да. Очень прелесть. Незбитая. Супер у вас. Красивая. Спасибо большое. Незбитая такая. Это ЛПЗ. Да, да, да. А вот это голубая шкатулка, не подскажете? Это немцы. Немцы. Бирюза. А голубая? Вот это бирюза. Это бирюза. Это немцы. Такая красота. Для украшений, да? Для украшений, для разных мелких вещей. Изделушек, как говорится. Да. Это лимош. Лимош. Тончайший. Они узнавают синий цвет, так с золотом. Тончайший. 22 карата по золоту. Это тоже лимош. Ага. Такая вещь. Чашка ЛПЗ. А с почем шкатулочки? Синий секрет. Это 30 евро, это 50 евро, это полторы тысячи гривен. Все, я поняла. Здесь очень красиво. Да, это итальянский. Ой, а вот эта банка вообще... Это тоже там вареночки, сметанка, вот так как все. Спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, китайские. Эки вырезаны. А это кто производитель? Богемия или... А вот я не знаю. Может быть даже это ИР и СССР. Может быть даже еще и Россия. Я видела еще, по-моему, стаканчики к нему. Тут без стаканов, это он у меня очень давно. Без стаканов, без ничего. Просто я говорю, что вещь редчайшая работа какая-то ювелирная. Просто ювелирная. Тонкая. Это надо так вырезать все. И в очень хорошем состоянии по золоту, потому что... А так он новый, он стоял у меня. А вот этим двум вазам 120 лет. Это царские еще вазы. Широкие, да. Можно поближе? Я тогда сейчас подойду. Это ручная работа. Потому что... Вручную вырезали. Называется берцовая кость. Берцовая кость. Ничего себе. Такие... Это длинные розы или длинные цветы. Да. И вот, например, еще взять... А сколько такие стоят вазы? Или это комплект? Это две вазы парные. Парные нет. Вот эти две вазы парные всего отдала бы за 2 тысячи. Гривен, нет? Гривен. Я уточняю. Это недорого. Это вообще бесплатно. Это бесплатно, потому что надо все распределить. Аметистовое стекло. Какое чудо. Это все вазы. Какой цвет вообще. Сколько такой кувшин с крышкой стоит? Тысячу гривен всего. Это недорого. Я сегодня полторы называла, но... Я поняла. Вот еще блюдо. Ручная работа. Польша, но эксклюзивная такая вещь. Это синяя такая, как под кобальт, да, тарелочка? Это кобальт. Кобальт, да? Это настоящий кобальт. Керамика. И... Там клеймо даже есть. А сколько стоит? Я прошу 2 тысячи. 2 тысячи гривен. Кобальт. Ручная работа. Дорогая. Да. Да. У вас очень красиво. Спасибо вам. Это магазин сундук. Тут разные интересные товары. Ага. Вот. Все. С2. Вот это вот магазинчик. Все. Вот еще мой любимый продавец. Тут очень много интересных всегда предметов. И хрусталь. 1500 вазы. Такая статуэтка. 200 долларов. Скульптура. Боже, какая работа. Тончайшая. Вазы. Шкатулки. Подсвечник стоит такой. Ой. Не вижу сколько. Так. 300 долларов. Долларов, наверное. Так. Конфетница. 550 гривен. Берем. Розовая. Такая. Так. Это сервиз. Это не полный. 550 гривен. Чайник. Блюда. Так. Блюда. Уходят в проспект. Тарелочки. 600 гривен. Коросты. Десертные. Блюдца. Ой. Клубнички эти мне нравятся. 750 гривен. Джемницы. И маленькие емкости. Вот такая ракушка. 1200 гривен. Коросты. Такие корницы. Огромная ваза в бордо. Я видела такие есть в желтом. Огромная. Виноград. Фруктовница. Ой. Без половиной тысячи. Дулево. Еще очень красивая такая сахарница. 1500 гривен. Много позолоты. Вот такие вот тут чудеса. В коробках. По 20 гривен. Уже распродаж. Ну тут целые. Целые тарелочки. Просто поштучные. Которые уже попали в распродажу. Доступно. Почему нет? Ножи. Ну вот так. О, какой-то флакончик. 350 гривен. Не надо. Мне не надо. Я уже вышла с барахолки. Иду к метро. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Мне понравилась сегодня вылазка. Я даже кое-что купила. Покажу вам. Ну а вы не забывайте меня поддержать канал. Своим лайком. Комментарием. Мне очень приятно. Я все читаю. Всем большое спасибо. Пока-пока. Пока-пока. somethingsooo